Арцаха Россия направила в Арцах 50 тонн стройматериалов в качестве гуманитарной помощи. Из Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования в Арцах направлены 6 грузовиков с гуманитарной помощью от МЧС России. Общий вес груза со строительными материалами составляет около 50 тонн. Дорогие товарищи, от всей души поздравляю вас с Днём Защитника Отечества! Командование российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе поздравило с Днём Защитника Отечества военнослужащих, несущих службу на удаленных наблюдательных постах. Миротворцам вручили грамоты, ведомственные награды и ценные подарки. Президент Республики Арцах Арайк Арутюнян 23 февраля посетил административное здание Службы национальной безопасности и представил сотрудникам структуры нового директора СНБ Ашота Акобджаняна и его первого заместителя Арарата Мелкумяна. Депутат Сандыков подарил книги русской школе Еревана. В день дарения книг депутат Национального собрания Армении, представляющий русскую общину, Алексей Сандыков подарил целую серию произведений русской литературы для русской школы общины Аван города Ереван. В Ереване 20 февраля прошел митинг движения «За спасение Родины». Несмотря на плохую погоду, площадь свободы была заполнена. По некоторым данным, участие в митинге приняло около 30 тысяч человек. Люди вышли выразить несогласие с действиями премьер-министра республики Никола Пашиняна. Протестующие считают, что именно на нем лежит ответственность за подписание трехстороннего соглашения, согласно которому часть территории Арцаха переходит под контроль Азербайджана. Среди своих основных целей участники митинга называют отставку Пашиняна, формирование временного правительства и проведение досрочных выборов. Зам. председателя Комитета по обороне Государственной Думы России Виктор Заварзин в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал мнение армянского премьера Никола Пашиняна, который подверг сомнению работы российских ракетных комплексов «Искандер». Заварзин заявил, что таким образом Пашинян решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе. Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и «Искандеры приплетет», и армянский народ виноват, и военные виноваты. «Это, конечно, не соответствует действительности. Искандеры у нас – это очень высокоточное оружие. Оно проявилось уже неоднократно, в различных учениях», – сказал парламентарий. Городской совет итальянского Трента признал право народа Арцаха на самоопределение и независимость, а также выразил солидарность с армянским народом. Городской совет Трента также призвал власти Италии активно вмешаться в ситуацию и оказать гуманитарную помощь Арцаху. В Европе вошла в оборот памятная купюра номиналом в 100 евро с изображением великого шансонье Шарля Азнавура, с изображением храма в Ичмиадзине и видом горы Арарат. Тем самым в Европе и во Франции увековечивают память о французском армянине Шарле Азнавуре. Армянская компания Vedi Alco перешла на солнечную энергию. Панели мощностью 452 киловатта позволят компании экономить почти 28,5 миллионов драма в год, а также сократят выбросы углекислого газа на 360 тонн. Российский священнослужитель при миротворческой миссии в Арцахе принял участие в памятном шествии, посвященном 33-й годовщине начала Карабахского движения 1988 года. Священник вместе с участниками шествия посетил мемориальный комплекс на братской могиле и возложил там цветы. Азербайджанцы все больше и больше требуют от Алиева разъяснения полномочий и деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По мнению азербайджанских экспертов, российские миротворцы лишь иногда обеспечивают передвижение азербайджанцев в Нагорном Карабахе, а в основном строят поселения для армян Нагорного Карабаха и решают для них жизненно важные проблемы. У Алиева очень уязвимое положение. С одной стороны, турецкое влияние в стране растет, оно достигло пирамиды власти. С другой стороны, существует постоянная опасность рассердить Москву, перейдя красную черту. Алиев оказался зажат между Путиным и Эрдоганом. План по избавлению от него может быть разработан в любой момент, если он нарушит какие-либо договоренности хоть с Россией, хоть с Турцией. Независимые эксперты из США заявили о том, что Турция перебросила на Украину своих военных. По их данным, они будут следить за применением закупаемых Украиной боевых беспилотников «Байрактар» турецкого производства. По оценке экспертов, Киев начнет наступление на Донбасс весной этого года. Более ста членов Конгресса США призвали администрацию президента Джо Байдена предпринять конкретные шаги для выживания Арцаха и обеспечения безопасности. В письме, адресованном государственному секретарю и министру обороны США, подчеркивается серьезность регионального кризиса, вызванного шестинедельной безжалостной агрессией Азербайджана и Турции прошлой осенью, и предлагаются срочные меры со стороны США. Экстренная помощь, которая даст жителям Арцаха возможность восстановить свои общины и нормальную жизнь, не опасаясь дальнейшего кровопролития. Признание права народа Арцаха на самоопределение и его роли в качестве законной стороны переговоров в разрешении этого конфликта. Шаги по обеспечению немедленного освобождения армянских заключенных. США должны принять ответственность, включая санкции против высокопоставленных лидеров Азербайджана и Турции, удержание помощи Баку и т.д. Признание геноцида армян президентом Байденом В Ереванском кинотеатре Москва 22 февраля состоялся съезд Национального союза езидов, в ходе которого Хидр Аджоян большинством голосов членов президиума союза был избран новым председателем союза. Хидр Аджоян Томоян является внуком экс-руководителя союза Азиза Томояна, который возглавлял организацию с 1988 года и скончался 2 января 2021 года. В Ростовском Южном Федеральном Университете открылся Центр Арминоведения, в котором будут читать лекции о культуре и истории армянского народа. Председатель Нахичеванской-на-Дону армянской общины Арутюн Сурмалян и ректор Южного Федерального Университета Ирина Шевченко подписали договор о сотрудничестве. Субтитры создавал DimaTorzok